вот решил я начать с этого места с этой стойки она как бы самая противная что ли сказать хочу снять не всегда получается вот не то что побила кое-где прям аж как пожевала пожевала и выплюнула сейчас попытаюсь в теплом свете или в холодном снять заливает все таки в теплом лучше видно прям одно на одном вот конечно камера не передает но глаз это видит мы будем делать стоечку для начала как говорится для разогрева тут вот в отблески так сказать видно тоже побила ее и пожевала будем заниматься тут конечно вот правит бал клеевая и и не отменял еще никто будем заниматься делать вот такими вот маленькими пистончиками клей в этот раз у нас будет не турецкий а немецкий спарта он чуть-чуть посильнее тянет вот вот он турецкий у нас чуть более светлый с голубинкой а спартовский клей от немчики делают он как бы тянет чуть чуть сильнее что в данном случае как бы оправдан есть смысл работать клеем которые посильнее тянет ну естественно это мой добрый помощник обратный молоточек китайцам спасибо сделали его и вот я им теперь пользуюсь он меня выручает сами понимаете вот этими аппаратами красивыми мощными в этих делах можно вытаскивая одну вмятину сделать еще две лапками так что я им не пользуюсь пользуюсь только обратным молоточком ну вот начинаем работу посмотрим как получится получится снять или нет на получается такие заломчики прям потихонечку конечно получается посекло так сказать даже он на излете вот здесь неплохо ну потихоньку помаленьку все получается вот нормально все единственное конечно долго клеем выклеивается но она того стоит и второй момент другой альтернативы нету пока что у меня во всяком случае по другому я не знаю как можно это все сделать так что приходится выклеивать долго и нудно но она того стоит уже наверно потихоньку потихоньку добрались до края детали цветом заливает но что делать иначе не снимешь вот он край детали а вот тут 1 2 кто понимает тут увидит надо все убирать пока вот диспозиция нос на краю элемента даже как бы вот тут вот даже мятину сейчас покажу и обалдеть на самом краю практически отвесного элемента ты такая насечка это же какая должна быть была сила удара вот чтобы здесь на краю на отвесном вот так как бы садануть я понимаю когда удар вот такой да ну тут понятно а когда вот от града вот так сверху вниз обалдеть просто что творилось ничего все это правится в большинстве своем конечно не все поголовно но в большинстве все выправляется и как бы не видно опять же белый цвет нам в помощь белый цвет много чего прощает но это не значит конечно что я буду оба как делать я буду стараться чтобы все получилось как можно лучше извлечение вот этого фонаря пришлось тут аж чуть-чуть вот приклеил термоклеем грибки и естественно с помощью обратного молотка вот таким образом вот я его натягивал и как бы вынимал оттуда ну и тем не менее вот так пришлось аж немножко фонарик покоробило вот так вот на совесть делают риме даже хорошо получается заход аж вот досюда достаем вот как мы видим здесь на краю побить тоже вот этот элемент и достаем крючочком очень даже хорошо через заход снял фонарик ну железяка конечно мама дорогая хоть чем-нибудь бы взяли в этом проклеили или заклеили ну как можно как тазик с болтами звучит все таки машина не дешевая производители уже просто оборзли было бы сказано конечно даже вот на этом торце вмятины обалдеть тут как бы уже прояснилась обстановка а то была присыпана прям конкретно вот досталось этой железке звук мне нравится все осталось на не хочет выходить пробиваю клею пробиваю клеем ничего все равно вылечен вот такие вот противные тут на капоте вмятины острые вот есть и мелкие в этой части прям как из пушки летели чуть-чуть приподнять это он весь усыпанный вот такие вот дела будем делать тут лампа как бы не достает лампы вот те настенные видно тут везде он присыпанный понятное впереди и сзади и общем где хочешь город есть брат ладно начинаем работу и поделиться своим опытом общение вот как бы ремонта сопелем вот эта часть капота ну где-то сантиметров 25 под 30 вот передняя часть капота кромка вот это вот она очень даже удобно сделано здесь есть такие прорези специально для того чтобы попадать туда крючком вот там конечно кое-где есть вмятины вот как мы видим приклеенный он будь здоров в некоторых местах как бы проблематично но впереди прям шоколадно конечно есть вот эти вот вырезы усилители вот эти вот усилители и бывает что прям вот под ними вот в этих местах вот как раз там где он присобаченный он тут приклеенный вот как раз в этих местах вот вот в них есть эти самые вмятины но покажу вот в принципе делается все это делается долго и нудно и скучно вот мы видим да вот вмятинки есть да а тут их уже йог не капотик чистенький целенький так что дела идут но это опять же где-то сантиметров 30 от переднего края капота вот а все остальное будем дальше посмотрим прогресс получается через вот эти вот дырдочки очень хорошо комфортно работается вот неплохо придумали ребята немчики очень хорошо чистится металл очень хороший податливый наук или прям мне понравилось его чистится хорошо легко несмотря на то что на капоте как правило там металл под зажатый много усилителей там много всяких как говорится проблемных моментов я бы сказал прям неплохо выходит на краю капота вмятинки здорово вот она одна вот она вторая здесь третья четвертая саданули так интересно видите почти так вот специально даже сделать невозможно будет как бы не неприятно что на жесткости но что делать будем вынимать все равно вот здесь я не снял теперь все здесь ровно здесь маленькая складочка осталось так все равно ну естественно это вот до средней части а тут пошла опять красота ну и как я уже показывал вот сейчас надо заняться вот это место вот она складочки остались не наводится резко и верхней части . клеем уже не выходит придется тут наверное в одном месте засверлиться и остреньким крючочком вот это вот подправить так то понятно что белая машина это все простит будет незаметно надо делать хорошо плохо само получится так что сейчас пока оставляю я это и потом к этому мы вернемся а в Продолжение следует...